вот это английский! всем привет! сегодня мы учим английский по мультфильмам продолжаем смотреть серию губки боба и сегодня наконец-то мы узнаем что там со сквидвардом как он выглядит а также расскажу вам почему слово handsome может быть как комплиментом так и оскорблением если вам интересно смотрите это видео до конца мы должны посмотреть сначала отрывок без субтитров полностью многие задают вопрос зачем это нужно а нужно это для того чтобы вы могли во-первых лучше заставить свой мозг работать потому что если все разжевано мозг включается минимально а тут вы всего лишь там полторы две минуты уделите первому просмотру без субтитров и мозг уже перейдет в режим обучения он станет собране плюс вы можете себя проверить и отследить свой прогресс что очень хорошо для мотивации потому что в конце вы увидите разницу между первым прослушиванием и вторым прослушиванием это очень хорошая методика который используется повсеместно в изучении иностранных языков при прослушивании при развитии аудирования поэтому советую ей не пренебрегать ну а если вы не доверяете нам не доверяйте мне то можете просто проматывать и переходить сразу к разбору и так смотрим весь сегодняшний отрывок без субтитров time for your medicine mr. mr. handsome what did she call me handsome but she spelled it wrong quick hand me that mirror what the wait a second that nurse was right i am handsome squidward you're not handsome you're a honk you're a honk you're a honk you're a honk so handsome 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 hello handsome gee squidward people really seem to be noticing how handsome you are now you might even be more handsome than before ah so handsome if that's even possible oh it's a miracle i can walk i can see i can fly uh-oh my shoes untied monster handsome can i have your autograph no not in the book of my retainer a limousine hey spongebob earlier today my spine was hurting but now i'm resting on fine leather upholstery well i'm gonna go clip my toenails squidward don't forget to enjoy being handsome oh don't worry ну что давайте теперь смотреть первый отрывок с субтитрами и все подробно разбирать time for your medicine mister mister handsome what does she call me handsome but she spelled it wrong quick hand me that mirror what the wait a second that nurse was right i am handsome squidward you're not handsome you're a hunk итак поехали time for your medicine mister mister handsome ну этот кусочек у нас был в прошлый раз но давайте посмотрим чем он закончился чем закончился эта фраза time for your medicine mister 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 время для ваших лекарств мистер 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 handsome наше ключевое слово как вы могли уже заметить в этой серии и давайте сейчас мы разберем этот отрывочек потому что оно тут будет много раз повторяться и в конце я вам немножко больше про него расскажу но вкратце слово handsome означает красивый красивый чуть подробнее позже давайте переслушаем это и посмотрим как еще употребляют это слово спанчбоб и сквидорд time for your medicine mister mister мистер what did she call me как она меня назвала заметьте именно через what что чем она меня назвала получается да чем она меня назвала то есть каким именем она меня назвала what did she call me причем сквидорд связывает слова он довольно быстро говорит тут в принципе многие быстро говорят персонажи what did she call me он не did говорит а такой d практически только what did she call me Как она меня назвала? Handsome, отвечает Спанчбоб. Красивым. Но она... Слово spell означает писать по буквам. Ну, например, spelling означает правописание. То есть, как мы пишем слова, как мы букву за буквой их выстраиваем. То есть, наша правильность написания слов. Но это может быть не только написание слов, но и произнесение слов. То есть, например, когда вы хотите... When you want to spell your name. Или, например, вас просят... Can you spell your name, please? Имеется в виду, что вы должны произнести ваше имя по буквам. Или, например, ваш, не знаю, адрес электронной почты и так далее. И, например, я говорю... Oh, my name is Olga. O-L-G-A. I spelled my name. И, соответственно, Спанчбоб здесь говорит про это. Она говорит, что handsome, что ты красавчик, красивый. But she spelled it wrong. Но она как бы произнесла, что ли, получается его неправильно. Я думаю, шутка заключается в том, что Спанчбоб не верит, что она могла сказать слово handsome. И, получается, она что-то ошиблась. Она какое-то слово... Слово handsome перепутала с каким-то другим словом, которое, конечно, не может никак. Потому что слово handsome не может никак стыковаться там с Квидвардом. Не до конца я понимаю эту шутку, потому что все-таки Спанчбоб его уже увидел на этот момент. Ну, как бы, ладно, наверное, может быть, он какую-то интригу здесь выдерживает. Если вы понимаете больше в юморе Спанчбоба, пожалуйста, сообщите. Потому что здесь я не разгадала конкретно смысл этой шутки. Вот у меня только такое впечатление осталось. И, соответственно, Спанчбоб так неуверенно это говорит. Поэтому Спанчбоб очень нервничает и говорит Быстро, дай мне то зеркало. Напоминаю вам, что that это предмет, который находится от нас далеко. Мы не можем до него дотянуться. Он где-то там, ну, дальше, чем на расстоянии протянутой руки. В русском мы бы сказали это зеркало. Ну, то может быть в некоторых случаях. Но для нас это не такое жесткое правило. To hand – это не только рука, но еще и протянуть, дать. Поэтому здесь он использует как глагол. Быстрее, дай-ка мне это зеркало. Хочу посмотреть. И вот он наконец-то себя видит. What the? Что за? Что за ерунда? Wait a second. И заметьте, как он д не произносит на конце. Он говорит Wait a second. И там д начинается, но не заканчивается этот звук. Тоже типично для американского английского. Wait a second. Кстати, здесь... Нет, здесь он связывает с помощью flap T. То есть такой звук D немножечко получается. Wait a second. Давайте послушаем. Погодите-ка секундочку. Что за? Погодите-ка секундочку. What the? Wait a second. That nurse was right. That nurse was right. Та медсестра была права. That nurse was right. I am handsome. То есть он делает упор на am, такое смысловое ударение. Хотя обычно оно бы там не стояло. Ударение бы стояло только на слово handsome. Говорили бы I'm handsome. А он говорит I am handsome. Что подчеркивает что-то вроде я действительно красивый. Он имеет в виду я действительно красивый. Она была права. I am handsome. Squidward, ты не красивый. Опять вот это, видимо, продолжение шутки, вот где он сказал handsome. She spelled it wrong. Ну, я так понимаю, что спонжбоп играет в дурач... Ну, притворяется дурачком и тут выдает. Squidward, ты не красивый. You're a hunk. Ты просто красавчик. И сейчас мы много слов и выражений запишем. И заодно я вам расскажу, что такое слово handsome. Потому что наш отрывочек закончился. Давайте это переслушаем. Итак, во-первых, слово handsome. Мы, конечно, его запишем. Оно здесь очень часто повторяется. Если коротко, то это красивый человек. Ну, красивый мужчина в первую очередь. Но handsome также могу сказать о женщине. Давайте немножко разберемся с этим, почему нужно быть часто аккуратными с этим словом. Итак, для того, чтобы разобраться, как использовать слово, нам нужно задействовать словари. Пожалуйста, не используйте в этих случаях Google-переводчик, потому что он вам не даст этого понимания. Он не даст вам понимания того, как используется слово, особенно если оно какое-нибудь специфическое значение имеет. Давайте же посмотрим. Красивый, привлекательный мужчина физически привлекателен в традиционном таком мужском смысле этого слова. То есть, когда мужчина мускулинный, такой прямо вот традиционно мужскими какими-то качествами внешности обладает, там волевой подбородок, не знаю, высокий, мускулистый и так далее. Собственно, что мы видим на лице Сквидварда. Соответственно, казалось бы, классическое правило, которое вы могли слышать, звучит, что handsome используют с мужчинами, а beautiful, например, с женщинами. Но это не совсем так. Давайте посмотрим еще одно определение. Attractive. То есть, это синоним attractive, привлекательный. Слово attractive, нейтральное, его можно использовать и с женщинами, и с мужчинами. А также слово good-looking тоже можно использовать как с мужчинами, так и с женщинами. А вот handsome мы используем с мужчинами в смысле красивый как мужчина. Appearance. А вот of women, когда мы говорим про женщин. Attractive with large, strong features rather than small, like ones. Тоже привлекательная женщина, но эта привлекательность немножко особенная. Здесь упор делается на такую красоту женскую, когда женщина с большими, сильными, выразительными, я бы даже сказала, чертами, ну, внешности, скорее, чем с маленькими и легкими. Ну, то есть, handsome, видите, a tall, handsome woman. Это, скорее, такая высокая, красивая женщина. Я, кстати, хороший пример вспомнила. Если кто смотрел Игру престолов, вот Брианна из Игры престолов, это handsome woman. Вот, она женщина, она определенно не обладает традиционно женскими такими чертами внешности. Ну, да, у нее такие более мужские черты во внешности, но при этом она производит впечатление красивой женщины, да. Вот она такая статная, красивая. И при этом она, конечно, очень высокая, она нетрадиционно маленькая, легкая такая вот воздушная женщина, как это принято в традиционном смысле воспринимать. Поэтому про нее можно сказать handsome woman. В принципе, и handsome в этом смысле будет, конечно, тоже комплиментом. Давайте посмотрим еще одно определение. Вот еще одно похожее определение. Такой приятный, в смысле во внешности, то есть внешне приятный человек, особенно имеющий сильные, ну, то есть такие выразительные черты лица. Опять-таки то же самое. То есть, когда женщина, например, с большим носом, каким-то высокая, статная такая вот, знаете, ну, вот Брианна. Брианна, пардон. Вот типичная handsome woman. Прекрасная такая, впечатляющая. Но не классическая, красивая женщина, в смысле beautiful, как мы бы сказали про, например, какую-нибудь ту же, если мы берем Game of Thrones. Например, давайте скажем про, господи, как ее, Сансу. Вот Санса, handsome ее не назвать, потому что все-таки она больше такой женской красотой, наверное, обладает в традиционном смысле, опять-таки в традиционном смысле этого слова. Я не знаю, тут все вопрос отношений. И самое интересное определение, которое я хотела вам показать, было в Urban Dictionary. handsome woman, a woman with a kind of refined beauty and attractiveness that requires poise, dignity and strength of mind and character, things that often come with age, not merely sex appeal. То есть, это женщина с такой, ну, давайте скажем, как бы лучше перевести, не знаю, ну, да, изысканный такой, ну, не совсем, наверное, в этом смысле изысканный. То есть, такой особенной красотой, я бы сказала. Женщина с особенной красотой и привлекательностью, которая требует некое такое ощущение достоинства, силу ума, мудрость и так далее. Things that often come with age. Вещи, которые часто приходят с возрастом. То есть, это некий такой жизненный опыт. Мы видим и в этом видим красоту. То есть, это не только, видите, not merely sex appeal. Это не только что-то, что привлекательно в смысле тела и внешности. Это что-то, что идет изнутри. В том числе. Usually applied to a woman who is also very well groomed and from an upper class background. Вот еще такой вариант есть, что часто обычно применяется к женщине, которая также из, ну, хорошей семьи, очень хорошо воспитана, из высшего класса, с какими-то корнями из высшего класса. То есть, это такая вот женщина статная. Вот статное, мне кажется, хорошее слово здесь. Поэтому будьте аккуратны с этим словом, потому что, конечно, человек, который живет в западном обществе, знаком с английским языком, знаком со словом handsome, в принципе, в его нормальном значении, что это не только с мужчинами, но и с женщинами используется, может нормально к этому отнестись. Женщина, если вы хотите комплимент сделать. Но если этот человек, который, например, знает английский не очень хорошо, или он не связан с западным миром, не понимает, что такое handsome woman, то лучше все-таки быть аккуратнее и использовать, например, слово good looking, stunning, attractive, beautiful, если вы хотите сделать комплимент женщине или девушке. Потому что handsome может быть воспринято некоторыми как оскорбление, иногда, если эти люди воспринимают это слово как мужиковатый, например. То есть, ну, когда вас называют handsome woman, вы можете подумать, а, да что же, я, значит, некрасивая в смысле как девочка, а я красивая как мальчик, что ли? Ну, то есть, будьте аккуратны с этим словом, используйте его с умом. А с мужчинами, пожалуйста, без ограничений, всем будет приятно это услышать. Handsome, красивый. В данном случае, Сквидвард у нас как раз-таки подпадает под, наверное, мужскую красоту. Он же у нас мужчина, ну, если так можно сказать, в рамках мультика. Фраза, которую использовал Сквидвард. What did you call me? Давайте ее целиком запомним. Как ты меня назвал? Или как ты меня назвала? Who did you call me? Плохое слово напрашивается сразу. Добавить. И, конечно, слово hunk. Hunk – это качок, красавчик. Давайте тоже его посмотрим. Hunk. Hunk. Вообще, видите, это какой-то кусок, кусман. Но нам нужно вот это. A tall, strong, attractive man. Высокий, сильный, привлекательный мужчина. Все вместе, все вместе сразу. И, конечно, это такой informal. Это вот такой, ну, качок не всегда прямо в хорошем смысле. Это красавчик такой вот. Неформальный немножко такой налет на нем. Красавчик. Поэтому Спанч Боб там вот эту шутку обыграл, что ты некрасивый, ты просто красавчик. Ты вообще какой-то классный. Так, ну что, давайте пересмотрим этот отрывок. Time for your medicine, mister... Mister... Handsome! What does she call me? Handsome. But she spelled it wrong. Quick, hand me that mirror! What the... Wait a second. That nurse was right. I am handsome. Squidward, you're not handsome. You're a hunk! Вот такой он handsome и hunk. Ну, не знаю, он strong. Ну, это они уже добавили. Ну, в общем, короче говоря, просто красавчик, красавчик. Так, давайте смотреть второй отрывок. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, давайте разбираться. Women gasps. Вот это... Я часто про это говорю. Очень часто нам встречается. To gasp. Это вдохнуть вот так вот в удивлении чаще всего. Women gasps. То есть женщина вздыхает от удивления. Вдыхает от удивления. Вздыхает. Давайте скажем вздыхает. So handsome. Такой красивый. Ну, и сейчас они будут повторять это слово. So handsome. 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 Hello, handsome. Ну, это, кстати, такое типичное сочетание. Привет, красавчик. Ну, здесь тоже в смысле красавчик, но просто менее неформальное. Такое. Hello, handsome. Вы можете сказать какому-нибудь мужчине. Hello, handsome. Привет, красавчик. Я имею в виду, если мы сравниваем со словом hunk. Hunk это такое прям неформально-неформально. Это разговорный, конечно, вариант, но нейтральный плюс-минус. Hello, handsome. G, Squidward. People really seem to be noticing how handsome you are now. G, Squidward. Божечки, Squidward. G – это как? Jesus. Oh, my God. Такая неформальная версия. Боже. Божечки, Squidward. People really seem to be noticing how handsome you are now. People really seem to. Люди действительно кажутся, что они что-то делают. Ну, мы эту фразу немножко по-другому устроим. Мы говорим «кажется что». Мы вот это переносим в начало. Я, по-моему, уже это рассказывала. Можно переначать таким образом. It seems that people really… И дальше продолжаем, что мы хотим сказать. В общем, кажется, что люди действительно be noticing how handsome you are now. Be noticing подчеркивает, что это происходит сейчас. Он говорит про данный момент. То есть, они действительно замечают, примечают, насколько красив ты есть теперь. Ну, то есть, кажется, люди действительно сейчас прямо вот замечают, насколько ты красив. G, Squidward. People really seem to be noticing how handsome you are now. И заметьте, как он эту интонацию немножечко вверху он в конце даёт. Здесь он немножко зажевывает начало и говорит «you might», «you might», «you might». Немножко сжевывает и сливает эти слова. You might even be. Тут, кстати, «be» пропущено. You might even be more handsome than before. SpongeBob будет своеобразный юмор, но мне нравится. You might even be more handsome. Ты, возможно, даже являешься больше, более красивым, привлекательным than before, чем раньше. SpongeBob всех любит, всем делает комплименты. Всё хорошо. Вот надо брать пример с SpongeBob. Надо всегда подчеркивать хорошее, а не вот это вот «ты что-то похудела». Нет, не надо так делать комплименты. Надо говорить «ой, ты знаешь, ты ещё красивее, чем была вчера». Или «ты ещё красивее, чем был раньше». You might even be more handsome than before. И вот здесь, послушайте, он прям слепляет до even, наверное. You might even, you might even, как-то так. You might even be more handsome than before. Oh, so handsome. Oh, so handsome. О, и такой красивый. So handsome. If that's even possible. If that's even possible. Если это вообще возможно. Продолжает он вот эту фразу. То есть, ты, возможно, сейчас ещё более красив и привлекательен, чем раньше. Если это вообще возможно. If that's even possible. It's a miracle. I can walk. Это чудо. Я могу ходить. It's a miracle. I can walk. I can see. I can see. Я могу видеть. I can walk. I can see. I can see. I can fly. И последний говорит. I can fly. Я могу летать. Во мне это сразу пробуждает воспоминания о Питере Пенне Диснеевском, где песня We can fly, we can fly, we can fly, we can fly, we can fly. Вот этот старый Питер Пен. Это сразу прям у меня почему-то. I can fly. Я могу летать. Burst chirping. Птички там поют, щебечут. И он говорит. У-у-у, мой ботинок развязался. У него развязался шнурок вон там вот. И он, соответственно, упал с его ноги. I can fly. У-у, мой ботинок развязался. И давайте запишем фразу to tie a shoe, потому что фраза полезная, используется часто. Завязывать как бы буквально ботинок, обувь, но, конечно, подразумевается, что завязывать шнурки на обуви. Завязывать шнурки. To tie a shoe. И, соответственно, to untie. Что-то отвязывать. Или развязывать. Ну, или, может быть, развязываться. То есть, to untie a shoe. Соответственно, развязать шнурки. И, соответственно, здесь он говорит, что мой ботинок развязался. Ну, видите, как мы говорим, тоже мой ботинок сам развязался. Также и в английском можно сказать, что это его самостоятельное действие. Uh-oh, my shoe has untied. Он имеет в виду здесь S, сокращенное от has. Uh-oh, my shoe has untied. My shoe's untied. Так, ну что, давайте это переслушаем. Субтитры делал DimaTorzok If that's even possible. It's a miracle. I can walk. I can see. I can fly. Uh-oh, my shoe's untied. The shoe, the untied shoe, он еще у нас сыграет роль в этой серии. Но это мы узнаем позже. А пока давайте смотреть третий отрывок на сегодня. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, давайте разбирать и этот последний отрывок. Mr. Handsome, can I have your autograph? Mr. Handsome, can I have your autograph? Mr. Красавчик, ну, как-то так давайте его называть. Mr. Красавчик, могу ли я иметь ваш автограф? То есть, могу ли я взять ваш автограф? Mr. Handsome, can I have your autograph? Mr. Handsome, can I have your autograph? Mr. Handsome, can I have your autograph? Ну-ка, она сейчас, по-моему, здесь не дописаны субтитры. Не могу я найти нормальные субтитры к Спанчбобу. Просто проблема. Mr. Handsome, can I have your autograph? Угу. No, not on the book. Она там on еще говорит предлог. No, not on the book, on my retainer. Ну, как бы, да, потому что здесь on, on. Логично, что они сочетаются. Нет, не на книге. Она книжечку там, да, показывала. No, not on the book, on my retainer. На моем, вот этом вот. Retainer. Это такое интересное слово. Давайте на него посмотрим. Не будем его записывать, потому что здесь довольно специфическое, поэтому не будем. Ну, в общем, retainer. 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 A retainer is also a device that holds something in place. То есть, это такой не ограничитель, а удерживатель. Вот, наверное, как правильно сказать. То есть, девайс, устройство, которое держит что-то на месте. Да, но в данном случае retainer, вообще-то она почему-то с вставной челюстью его вытащила. Но retainer – это как пластинка, да, для зубов. То есть, удерживает зубы на месте, удерживает их в правильном положении. Retainer. Давайте посмотрим, какие-то варианты есть. Стопор, фиксатор. Ну, да, фиксатор – хороший вариант. Да, фиксатор для зубов. В данном случае. Retainer. По-моему, они так, кстати, и называются, если я не ошибаюсь. Поправьте меня. Не знаю. Retainer. Ну, вообще, понятно. Только она еще со вставной челюстью вытащила. No, not on the book. On my retainer. Нет, не на книге, а на моем вот этом фиксаторе. Распишитесь. A limousine. Заметьте, как произносится. Limousine. Limousine. Слово явно таким французским, мне кажется, происхождением. Поэтому limousine. Очень часто сокращают до limo. Просто, коротко и хорошо. A limousine. Limousine. A limousine. Well, SpongeBob, earlier today my spine was hurting. Well, SpongeBob, earlier today my spine was hurting. Кстати, здесь он еще проглатывает звук х, и получается was hurting. Может быть, он там чуть-чуть лишь его произносит, поэтому так слышится, как будто бы там его нет. Ну что ж, SpongeBob. Well, SpongeBob, earlier today, ранее сегодня, ну то есть до этого сегодня, my spine was hurting. Моя спина болела. Ну то есть он же лежал там все это. То есть раньше, до этого момента сегодня у меня спина болела. Ну а теперь, сейчас я отдыхаю, I'm resting. В данный момент, кстати, вот он, Present Continuous. Ну а сейчас, в данный момент я отдыхаю на хороший, ну fine еще можно сказать, наверное, изысканный в данном случае, если это лимузин. Ну давайте посмотрим. Ну, excellent. Да, это просто какой-то отличный, хороший, может быть. Тут, 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 дайте-ка я сейчас секундочку посмотрю, какой перевод здесь лучше будет. Да, давайте скажем превосходный. Вот мне нравится больше всего. Но сейчас я отдыхаю на превосходном, на превосходной. Leather. Кожаный. Upholstery. И давайте посмотрим, что такое upholstery. Интересное слово. Upholstery. 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 Очень странно, кто это назвал. Upholstery. Так, давайте здесь послушаем еще. Upholstery. Upholstery. Поскольку мы переходим... Upholstery. Поскольку мы переходим с up, с одного согласного звука на на другой согласный звук, но по сути это выдох в нашем случае, в случае с английским. Очень слабо он выражен. Мы можем сказать х в русском, потому что это все-таки звук. Мы в него добавляем звучание. В английском звук х – это просто выдох. И очень сложно его после согласного звука произнести, поэтому здесь кажется, как будто его и нет. Upholstery. Потому что п на выдохе, х на выдохе, все на выдохе, и получается нечто upholstery. 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 Ну, чуть-чуть совсем он там появляется и тут же исчезает. Такой мягкий материал, который покрывает мебель, например, кресло или диван. Ну, то есть это обивка. Обивка в смысле, как мы это понимаем, да? Upholstery. Обивка мебели, обивочный материал. Кожа тоже может быть. Upholstery. Как у нас здесь как раз-таки. Ну, спонжбоб, earlier today, my spine was hurting, but now, I'm resting on fine leather upholstery. Ну, спонжбоб, earlier today, my spine was hurting, but now, I'm resting on fine leather upholstery. Ну, я буду платье, сквозь, сквозь. Не забудь, не забудь быть handsome. Well, I'm gonna go clip my toenails, squidward. Ну, что ж, I'm gonna go. Yeah, I'm going to go. Я пойду. Напоминаю вам, это просто будущее время может быть выражено таким образом. Не обязательно все время говорить, я собираюсь. То есть я пойду. Ну, я, пожалуй, пойду. Я пойду. I'm gonna go clip my toenails. Я пойду, подстригу мои toenails. Nail – ноготь. To – это палец большой ноги. Да, в английском разные слова для пальцев рук. Fingers. И для пальцев ног. Это toes. В общем, пойду, подстригу пальцы на ногах. Не надо стричь пальцы на ногах. Спонжбоб. Ногти на пальцах ног. Ногти на ногах, мы бы сказали. Пойду, подстригу ногти на ногах. Squidward. Well, После enjoy мы часто, ну, в принципе, в большинстве случаев ставим форму с инговым окончанием. Например, I enjoy swimming. I enjoy meeting my friends. I enjoy playing the guitar. Соответственно, здесь получается, что не забудь наслаждаться чем? Бытием, нахождением, явлением. Ну, не знаю, в общем, сложно перевести, потому что это как будто бы существительное в английском, но в русском мы не можем так фразу построить. То есть он имеет в виду, что не забудь наслаждаться тем, что ты являешься красавчиком, красивым. То есть не забудь насладиться тем, что ты красивый. Don't forget to enjoy being handsome. Кстати, мы запишем обязательно to clip nails. Почему бы и нет? У нас сегодня шнурки были завязаны, развязаны, постричь ногти тоже, почему бы и нет. To clip nails, стричь ногти. Соответственно, он добавил туда two nails и подчеркнул, что это ногти на ногах. Мы это тоже увидим, кстати, потом. So, to clip nails. Oh, don't worry. Ну, и Сквидвард ему говорит Oh, don't worry. О, не беспокойся. Oh, don't worry. Handsome! 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 Итак, давайте переслушаем третий отрывок. What's the handsome? Can I have your autograph? No, not the block. I'm my retainer. A limousine! Hey, Spongebob, earlier today my spine was hurting, but now I'm resting on fine leather upholstery. Well, I'm going to go clip my toenails, Squidward. Don't forget to enjoy being handsome. Oh, don't worry. Handsome! 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 Ну и дальше они скандируют наше ключевое сегодня слово Handsome! 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 Красавчик! 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 Так, ну что, давайте пробежимся по словам, которые мы сегодня видели и пересмотрим весь отрывок. Слово Handsome, наше ключевое сегодня, красивый и в первую очередь о мужчине, потому что слову Handsome в основном присущи такие, такая красота мужского плана, высокий рост, мощь какая-то достать и так далее. Все-таки чаще всего про мужчину скажут Handsome, если он именно такой классической мужской красотой обладает. Но помните, что про женщину тоже могут говорить Handsome, и это будет означать, что она скорее красива не по-женски-женски, мы традиционно представляем вот эту вот женскую красоту в самом традиционном смысле этого слова, а скорее она такая статная женщина, может быть, умудренная опытом или с хорошим происхождением, ну вот статная, очень хорошее слово, мне кажется, здесь отражает это, статная женщина, то есть это тоже комплимент, но будьте аккуратны с ним именно в плане употребления с женщинами, то есть когда вы делаете комплимент какой-то девушке или женщине, потому что не все могут воспринять это однозначно хорошо, поэтому про мужчин точно можно сказать Handsome. He looked so handsome in his suit. Он выглядел таким красивым в его костюме. What did you call me? целая фраза. Как ты меня назвал? Hey handsome, what did you call me? Эй, красавчик, как ты меня назвал? Или назвала? Вот такой вот красавчик. Hung, неформальное, очень неформальное слово, которое может означать качок или красавчик тоже. То есть такой вот красавчик, прям красавчик. Более неформальное, чем Handsome, конечно. Even though he's a math teacher, Mr. Richard's sure is a hunk. Даже несмотря на то, что он учитель математики, Mr. Richard определенно красавчик. Вот такой вот Mr. Richard's. To tie a shoe. Завязывать шнурки на обуви, ну или просто завязывать шнурки, можно сказать. To untie. Соответственно, отвязывать, развязывать, и мы можем сказать to untie a shoe. I stopped to tie my shoe. Looks like it had untied right after I'd left home. Я остановился, чтобы завязать шнурки на моей обуви. Кажется, как будто этот ботинок мой, ну слово «шью» в русском не имеет единственного числа, обувь, мой ботинок развязался прямо после того, как я ушла из дома. Ну, то есть вот шла с развязанным шнурком. Ну, или как-то так. Короче, картинка дурацкая. Обивка мебели, обивочный материал. With every bump on the road, a little more of my soda spilled on the car's upholstery. С каждой кочкой, с каждым бугорком каким-то на дороге немного больше моей содовой, моей газированной воды проливалось на обивку машины. Вот так вот. Spilled and spilled and spilled. To clip nails. Стричь ногти. Ну, точнее, стричь в смысле вот именно отстригать их, это я забыла пометить вот такой вот штучечкой, как clip. Ну, можно в принципе сказать, подстригать стричь, не думаю, что это будет иметь большое значение, но вообще clip это вот с помощью такой штучки делать. Wow, your nails are so long. Do you ever clip them? Ого, твои ногти такие длинные. Вот такие длинные. Ты когда-нибудь подстригаешь их? И все. Вот такие слова. Не забывайте, что все эти карточки вы можете, вот открыв описание под роликом, в том числе под этим, нажать на все ссылки тут и найти их здесь. Там уже готовый набор в Quizlet. Вы можете его просто начинать, учить, после, прямо после серии, еще повторить перед следующей серией. Это суперудобно. А мы тем временем с вами должны пересмотреть отрывок целиком без субтитров и попробуйте заметить разницу. для тех, кто смотрит в начале отрывок без субтитров, те, надеюсь, замечают, насколько больше вы стали понимать. Итак, поехали. Time for your medicine, Mr., Mr., handsome. What did she call me? Handsome, but she spelled it wrong. Quick, hand me that mirror. What the? Wait a second. That nurse was right. I am handsome. Squidward, you're not handsome. You're a hunk! So handsome! Handsome? Hello, handsome! Gee, Squidward, people really seem to be noticing how handsome you are now. You might even be more handsome than before. Ah! So handsome! If that's even possible. It's a miracle. I can walk. I can see! I can fly! Uh-oh. My shoe's untied. Monster handsome! Can I have your autograph? No, not the blocker! Of my retainer! A limousine! Hey, SpongeBob, earlier today my spine was hurting, but now I'm resting on fine leather upholstery. Now I'm gonna go clip my toenails, Squidward. Don't forget to enjoy being handsome. Oh, don't worry. Handsome! 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 Ну вот и все на сегодня. Спасибо большое за просмотр. С вами была Ольга. Увидимся очень скоро в новых сериях. Пока-пока.